Выйдя из дома на работу, житель одной стороны в Азии и не догадывался о том, какая неожиданная и интересная встреча ждет его. Погода тогда стояла довольно теплая, хотя и присутствовала в воздухе небольшая влажность. Однако мужчина прекрасно чувствовал себя. Он ехал на мотоцикле и был готов к обычному своему рабочему дню. Внезапно раздался тонкий писк. Он и остановил мужчину. Совсем близко от него человек вывозил мусор. А именно оттуда и доносился чей-то жалобный голос. Быстро затормозив, мужчина поставил мотоцикл около кустарника и подошел к тому человеку, который тянул за собой тележку, наполненную мусором. И увидел, что на грязном мешке сидел маленький, перепуганный щенок. Мотоциклист остановил человека и задал ему резонный вопрос, каким образом песик оказался на мешке с мусором. Но тот и понятия не имел, кто же выбросил сюда собаку. При этом уборщик мусора был не менее растерянным, чем сам щенок. Мужчина подошел к собачке и протянул руку, чтобы ее погладить. Малыш подставил спину для ласк, но продолжал волноваться. Видимо этот щеночек не слишком уж доверял людям. Пока мужчина, спешащий на службу, думал, что ему делать дальше, снова кто-то запищал. Мотоциклист понял звук идет из голубого и также грязного мешка. Он достал с тележки с мусором этот кулек. Положил на траву. И увидел прореху в ткани, через которую выглядывала довольно симпатичная мордашка. Сразу прояснилось то, как щенок оказался на куче с мусором. Некто выбросил вон тот самый мешок, в котором находился не только первый щенок, но и второй, его братишка. Кроха вылезла наружу через дырку в мешке и с удивлением посмотрела на человека, который ее спас. А ведь песики ехали на верную гибель в тележке, доверху наполненной отходами. Так оба малыша были спасены. И через небольшое время того и другого тщательно отмывали от неприятных запахов, которыми успела пропитаться их шерсть. Потом им был предложен вкусный ужин. После этого братья щенки почувствовали себя в полной безопасности. Им крупно повезло. Если бы доброй души мужчина, спешивший на работу, не заметил бы их, не пожалел бы, не взял к себе, то пришлось бы им валяться на грязной свалке с отходами, одиноким, несчастным и больным. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.